Уважаемые коллеги, позвольте затронуть тематику, которая на самом деле уже на слуху, но мы имеем сейчас определенную ясную картину, как нужно действовать в такой ситуации. Вот такие пациенты к нам приходят, и мы говорим об определенном портрете больного, которому должны помочь. Мало этого, эти больные ставят перед нами задачи полного излечения. И если задачи излечения мы периодически решаем, к сожалению, не всегда, но это часто удается сделать, то задачу сохранения качества жизни в таком случае решить значительно сложнее, потому что лечение должно быть агрессивное, многокомпонентное, многоэтапное и очень длительное. При этом вот этот вопрос качества жизни, он является обратной стороной медали, неотъемлемой частью лечения больных. Как видите, есть масса различных способов оценить это качество жизни от таких простейших визуальных аналогов шкал до достаточно сложных опросников. При этом я обращаю ваше внимание, как представлено на слайде внизу в правом углу, что есть прямая связь между качеством жизни и выживаемостью больных. Причем она как прямая в сторону того, что улучшается качество жизни за счет опухолевого процесса, который не излечивается, так она и обратная. Когда мы говорим о том, что в тяжелом соматическом состоянии больной истощенный, изнужденный после лечения может погибнуть не от самого заболевания. И опыт на сегодняшний день, оценки качества жизни достаточно широкий. Вы видите, что в среднем оценивается первый год. И оцениваются, в первую очередь, конечно, функции соматические, в том числе питание, речь, но также оценивать социализацию, внешний вид и все иное. При этом, опять же, хочу вернуться, мы сегодня с утра уже об этом говорили, к портрету больных, которых мы лечим, и многие из них, мы знаем, курильщики. А сегодняшняя тема разговора мукозит, она во многом компрометируется именно вот такими ведомыми привычками. Вы видите, что значительно тяжелее пекут мукозиты, намного хуже состояние слизистых, и сонации полости рта у многих пациентов отсутствуют. Таким образом, задача работы с такими больными, она такая многокомпонентная, что должны работать специалисты абсолютно разных областей. Это та самая многокомпонентная команда, о которой мы постоянно, регулярно говорим. Но вы видите, что, наверное, не у всех специалистов, которые нас слушают, есть весь перечень специалистов, которые должны заниматься этими больными. Опять же, нужно понимать, что вот эта доля МДТ, она, конечно, стопроцентно не бывает, и, к сожалению, часть больных получает помощь от отдельных взятых специалистов, что может сказываться в том числе и на их выхаживании этих больных. Вы видите, что, например, нутритивная поддержка, стоматологическое сопровождение значительно чаще имеют место быть у больных, когда им занимается целая группа специалистов. Мы понимаем, что вот эта формализация подходов только на локализацию, морфологию и распространение всего пухолевого процесса, она нам мешает понять реальное состояние вещей. И спасибо большое, Александр Александрович, он уже так подробно описал одну из таких тяжелых категорий, которые по многому выпадают из стандартов, и вы видите на слайде, что это вот такая замкнутая цепочка, особенно у пожилых коморбидных пациентов. Есть еще отдельный такой момент профилактики, первичной профилактики мукозитов, которая нередко упускается, к сожалению, самими специалистами, занимающимися лучевым лечением. Так, как представлено на слайде, например, обязательно является максимальное исчажение слизистых полостирта, они вообще выносятся как отдельный орган риска, если их облучение не является обязательным. То же самое касается напиоследных желез. Дело в том, что ксеростомия – это один из таких ярких факторов риска развития мукозита и последующих последствий уже по завершении лечения. При этом нужно понимать, что лекарственный компонент лечения в виде химиолучевой терапии, по крайней мере, удваивает проблему лучевых мукозитов и наличие вот такого компонента в виде препаратов платина не является чем-то позитивным с точки зрения переносимости лечения. Отсюда, как мы уже говорили, есть определенная и немалая доля гибели больных не от опухоли, а от последствий химиолучевой терапии. Как же мы боремся с этими проблемами? Это комплексный подход. Вы видите, на слайде есть несколько компонентов. Это далеко не все, но это основные и обязательные компоненты. Если мы говорим о интенсивной поддержке, то мукозиты, конечно, не влияют. А почему я привожу этот слайд? Что исходно больные по ряду авторов уже чаще всего истощены, чаще всего у них есть проблему питания, и в том числе механического характера. Мы прекрасно понимаем, что у этих больных часть просвета, нередко перекрытая опухолевая, есть определенные сенсорные нарушения, они боятся аспирации или уже в процессе аспирации. Ну и, конечно, болевой синдром во многом мешает нормально поглотить пищу. Таким образом, нутритивная недостаточность, она отрицательно, конечно, сказывается на результатах лечения. И вы видите, что есть определенная взаимосвязь. Нехватка пластического материала только усиливает мукозиты, а мукозиты, в свою очередь, усиливают проблему приема пищи перорально. И мы имеем вот такую цепочку, о чем, опять же, Александр Галилович говорил, что пациент, получив определенное лечение, тяжелое, самостоятельное, перед тем, чего лечение, дальше поступает к хирургам еще в худшем состоянии. Если дальше есть все это в каком-то другом лечении, перед химиотерапией, то эта цепочка, каждый, кому впоследствии достается больное наведение, все больше испытывает проблем с его выхаживанием. При этом мы не можем не останавливаться на самоинтроительной поддержке. Мы прекрасно понимаем, что есть гайдлайны, есть определенные жесткие критерии, как это надо делать, и это общеизвестно, и эти темы поднимаются регулярно. Сам лучевой эпителит, он сейчас уже лучевых терапевтов не пугает, но раньше являлся частой причиной остановки лечения чуть ли не на самом старте. Так, например, если появляется реакция на дозе 20-30, конечно, эта доза совсем небольшая, а на ней уже прививать лечение иногда приходилось ранее, хотя сейчас мы стараемся этого, конечно, не делать. И вот эта эволюция состояния, например, глотки у пациентов, когда одни проблемы замещаются другими, и вот пик, видим, мукозита на радикальных дозах, он, конечно, сказывается на качестве жизни больного и требует соответствующих действий. Факторов риска развития мукозита довольно много, и если мы посмотрим на слайд, то поймем, что почти все больные с местно распространёнными оптимами головы шеи так или иначе попадают в группу высокого риска развития мукозита, что и отражается в виде частоты их возникновения. А в дальнейшем, мы понимаем, развивается уже целая цепочка событий, связанные с этим как в непосредственном плане, так и в отдалённом плане, то есть это вот синим цветом уже показаны отсроченные осложнения, побочные эффекты самого лечения и, в частности, эпителитом мукозита. Классификации, позволяйте, не останавливаться, мы её все прекрасно знаем. Ну, вот так выглядят, например, на второй, третьей, четвёртой неделе слизистые глотки у пациента, который получает химичевое лечение. И здесь нужно понимать, что те формальные или даже реальные, но уже недостаточные рекомендации нужно корректировать. То есть мы говорим о том, что чаще нужно уже обрабатывать слизистые, мы говорим о том, что уже нужно подключать адекватное питание и нередко обезболивание. Когда это уже пик мукозита, это завершение лечения на последних неделях и сразу после завершения, обработки достигают 10-12 раз, то есть практически занимают весь день. При этом чаще всего уже требуется специализированное ранозавляющее средство. Плюс нужно не забывать о сопутствующей флоре, которую тоже нужно обязательно изгонять. И если мы посмотрим, например, на нашем опыте, на больных, которые у нас получали химилучевое лечение, посмотрите, у нас есть два таких условных пика. Один менее выражен, а второй выражен однозначно. Этот менее выражен связан с тем, что часть больных все-таки были вынуждены остановиться в лечении на полторы-две недели, и этот срок достоверно не влияет на эффективность самой лучевой терапии, больше превышать его категорически не рекомендуется. Но тем не менее, у части больных, видите, уже развивались выраженные лучевые реакции. А в конце лечения уже подавляющее количество больных эти реакции были третьей степени, но благо мы не наблюдали ни одного некроза. Ну и наглядно это показано вот здесь, вот красной части, это как раз мукозит третьей степени. Но необходимо понимать, что отсроченной волной настигает пациент оксиростомии, которая выражена уже как раз к шестой-седьмой неделе, и дальше длительным хвостом своим существованием только усиливает, усугубляет эти реакции. И оксиростомия, если, например, с реакциями бороться успешно, выглядит потом вот так. То есть слизистые-то в порядке, но они, вы видите, подсушены, достаточно ранимы, и, конечно, это тоже нужно учитывать в нашей работе. И отдельный вопрос, ни в коем случае нельзя игнорировать боль. Дело в том, что если мы просто просим больных потерпеть, перетерпеть этот период, это не работает, так не получается. А неисходно к нам приходится одним характером боли, в силу нейропатического компонента, в лечении опухоли в невральных хучков. А дальше мы заменяем им боль мукозитом. И видите, практически у всех это довольно выраженная проблема, которая сохраняется и после лечения. А проблема в том, что сам онколог во многом не является тем узконаправленным специализированным специалистом, который может решить эти вопросы. И поэтому нужен альголог. И чаще всего это достаточно грубые такие назначения, если альголога нет в команде. И вот они отражены пики, пики мукозита. Вы видите как раз те самые два пика, о которых мы говорили. И самое главное, вы видите, что эти пики мукозита коррелируют с пиками болевого синдрома. То есть мы говорим, что это абсолютно связанные вещи. Что и подтверждено нами было статистически в нашем материале. Посмотрите, как коррелируют эти проблемы, но это и ожидаемо. Опять же, подходы к обезболиванию известны, они прописаны. Их достаточно хорошо можно изучить, но это должно быть регулярной практикой. И если мы посмотрим на слайде, вот они опять же пики болевые. И вы видите, что по шкале нож, например, уже достигает значительных значений у участки больных. Это проблема. Но потом, если адекватно заниматься больными, этот болевой синдром уходит. Так же, как уходит и зависимость от обезболивающих препаратов. И здесь, как представлено на слайде, те же самые пики потребностей в обезболивании. И это очень хороший график, который отражает, по сути, что эти больные в этот период времени были обеспечены обезболиванием. Если бы эти графики не совпадали, это говорило бы о том, что мы работаем не совсем корректно с больными. В итоге вот так выглядит, по сути, эволюция того, что происходит с больным. Он приходит и получает обезболивание по поводу массивной опухоли у поражения. Затем эта опухоли потихонечку уходит и резервируется. И все заменяется лучевыми реакциями, которые требуют еще большего обезболивания. И, как представлено на слайде, вот такие пики требуют, конечно, коррекции. Если же все делать адекватно, то, как, опять же, представлено на слайде, мы достигаем необходимого реализации в полном объеме лечения. Причем это расчеты с учетом перерывов по линейно-клоратичной модели. То есть не просто формальные дозы, а реально эффективные дозы. Мы сокращаем время перерыва, видите, до всех самых рекомендованных значений. И сокращаем общую длительность лечения, что, конечно, сказывает на его эффективности. И здесь надо понимать, с кем мы работаем, с чего мы начали наш разговор. Некомплоентные больные страдают в значительной степени от лучевых реакций, что сказывается на их лечении и на нутритивном статусе. Мы говорим о том, что это больные тяжелой категории, которые, общаясь здесь, как Александр Олегович сегодня подчеркнул, они, может быть, даже лучше пройдут хирургию, тяжелую, большую хирургию, чем они будут потом в этом истощенном состоянии попадать с рецидивными опухолями к уважаемым хирургам. И таким образом, в завершение разговора, хотел бы подчеркнуть, что чудес не бывает. Больные все равно страдают от проводимого лечения. Но самое главное, чтобы это носило временный характер, чтобы эти проблемы, вот они в центре, они были большей частью такие, скажем, условно-кратковременные. И дальше пациенты социализировались, у пациентов уходила потребность в обезболивании, в более утоляющих средствах, прибавлялся вес, уходили проблемы в общении. И тогда мы достигаем той цели, ради которой мы все делали. И нужно понимать, что вот этот комплайенс, вот это желание выполнять рекомендации, оно уходит со временем. Над этим нужно работать отдельно. И корреляция, опять же, комплайенса с недостаточным обезболиванием тоже, безусловно, есть. Таким образом, спасибо вам за внимание. Мы хотели подчеркнуть важность такого направления, как борьба с мукозитами, причем не только в процессе химилочевой терапии, но и после ее завершения. Спасибо за внимание.